Ситуацию со вторым домом по улице Калинина держит на контроле губернатор Орловской области Андрей Клычков. Накануне он посетил общежитие, в котором проживают 122 семьи. Большинство людей комнаты оформили в собственность. Здесь нет ни одной муниципальной квартиры. И тем не менее, людей не оставляют без внимания. Начало обрушения началось вот отсюда. Да, да, да. Но основная проблема, из-за которой все началось у нас, это произошло в подвальном помещении, когда у нас рухнуло перекрытие. До этого времени были запланированы противоаварийные работы на этом доме. Единственное, что нужно, чтобы жители покинули свои квартиры, говорят городские власти. В рамках противоаварийных мероприятий предполагалось усиление конструкции стены, которая находится в подвальном помещении, значит, подборка поперечной балки и предперекрытия, которые лежат на этой планке. По проекту противоаварийных работ, а не ремонтных, будет сделано укрепление стен первого этажа. Также будут вестись работы в подвальном помещении. Одна из квартир первого этажа после этого из жилого помещения превратится в нежилое. Собственница получит компенсационные выплаты. Главное найти вариант, чтобы мы никого просто не подставили под угрозу жизни. По имуществу, уже сказал, здесь есть. МЧС работает. По укреплению, повторюсь, мы из областного бюджета деньги в марте еще направили. Вот сейчас подрядчик уже должен выходить, эту работу выполнять. Почему, если дом считается критическим по обрушению, эти федеральные деньги не направить на расселение 112 семей? Потому что эти деньги направляются на аварийный и ветхий фонд, который признан до 1 января 2017 года. Мы по вашему конкретному дому готовим, я от себя обращение, Александр Сергеевич, от себя, в резервный фонд правительства под аварийный, конечно. Ситуация с домом, который является федеральной собственностью, стала накаляться несколько лет назад. Сейчас ситуация достигла своей кульминации. Главное – не допустить повторения с набережной Дубровинского, говорят эксперты. Мы предложили жителям выехать в маневренный фонд. Сегодня жители будут собирать списки, кто выезжает, какая необходима помощь в перевозке вещей, необходима помощь по сохранности вещей. Плюс мы взяли на себя дополнительное обязательство по проработке вопроса либо найма, либо иного варианта представления жилья. Организован пункт временного размещения в гостинице. Все вопросы на самом деле много. У кого-то животные, у кого-то дети нужны проездные, у кого-то родители или родственники больные и прикованы в постели. Все работы, они индивидуально рассматриваются. Здесь на месте создан штаб. Он работает уже не первый день. Первое, еще раз подчеркиваю, что нужно делать, это срочно отсюда переехать. Вручение, которое дал Андрей Евгеньевич на сегодняшний день, мы посмотрим все списки, которые сейчас составят в штабе по всем жителям индивидуально. И при необходимости найти из-за чего все возможности, для того, чтобы от мелких до крупных, которые возможно решить, для того, чтобы люди переехали. А те вопросы, которые касались сегодняшнего разговора, так сказать, мелких, но житейских, и вопросов автобуса, проезда, и билетов, ну я думаю, что мы изучим возможность такую, вплоть до спонсоров. Гостиница «Руси» – это один из возможных вариантов для временного проживания. Расходы за проживание в ней взяла на себя городская казна по линии АЧС, а это 800 рублей в сутки. Жильцы трех комнат уже переехали.